В отделе искусства Гродненской библиотеки имени Ефимакарского открылась выставка «Весы и мира. История одного предмета», на которой представили более ста видов старинных весов 19-20 веков из частных коллекций гродненцев. Люди научились взвешивать предметы задолго до начала нашей эры. В разное время весы наделяли особыми свойствами. Их считали символом справедливости. Именно поэтому богиня правосудия-юстиция традиционно воплощена в искусстве с повязкой на глазах, карающим мечом в одной руке и коромысловыми весами в другой. К слову, весы коромысла широко применялись до 14 века. Их главным недостатком было то, что они не могли взвешивать товары большой массы. На смену коромыслу пришел Безмен, который просуществовал как способ взвешивания предметов до наших дней. Меня интересовал, в принципе, как механизм. Я более такой железный человек. И, соответственно, вы видите, тут очень много чугунных весов. Само летит технология производства. Вот эта вот красота, когда из предмета простого бытового делали произведение искусства. Но после этого оно работало 200 лет, 100 лет. Оно находилось в одной лавке, могло находиться 100 лет эти весы, и они не менялись. С момента изобретения весы применялись практически во всех сферах жизни. Помимо торговли, фармацевтики и ювелирного дела, они служили и в быту. Так, например, существовали кухонные весы для взвешивания ингредиентов для блюд. На выставке представили кухонные весы начала 20 века в чугунном корпусе и весы с эмалированной лицевой частью. Не обошли стороной и советское время. Тогда к использованию разрешались только рычажные весы. Они также заняли свое место на выставке. Редактор субтитров А.Семкин